Всем привет! Меня зовут Алина и сегодня я хочу поделиться с вами своим семейным рецептом для увлажнения и питания рук. Сколько я себя помню, моя мама всегда пользовалась этим лосьоном и с детства приучила меня тоже им пользоваться. Он реально спасал всегда и везде от любых шелушений, от трещинок, особенно спасал, когда зимой от холода в детстве, знаете, появлялись такие цыпки на руках. Я не уверена, что такое слово существует, но мы так называли такие маленькие-маленькие трещинки. Я добавила к названию этого видео пометку со словом ever и это означает, что это лучшее средство на все времена, тем более это не только мое мнение, а проверено очень многими людьми. В дальнейшем, если будет появляться видео с такой пометкой, это будет означать, что это действительно лучшее средство в данной категории. Если вам нравится эта идея, то ставьте пальчик вверх. Знаете, есть такое выражение, возраст женщины выдают ее руки. Так вот, я думаю, что если бы я не ленилась и каждый день мазала бы этот лосьон себе на руки, то мои руки выглядели бы так же хорошо, молодо и красиво, как руки моей мамы. В целом, это копеечное средство, которое поможет вам сохранить свой бюджет в целостном состоянии и вам понадобится всего лишь пару минут времени и несколько ингредиентов, которые можно найти в любой аптеке или в любом магазине. Вам понадобится баночка глицерина, я покупала его за 24 рубля в аптеке, здесь 40 мл, также вам понадобится пару капель любимых духов и немножко водки. А именно на 40 мл глицерина вам понадобится 25 мл водки. Да, именно водки, потому что глицерин при смешивании с некоторыми компонентами начинает приобретать увлажняющие свойства. Глицерин в чистом виде использовать нельзя, он наоборот будет обладать противоположным эффектом и иссушать вашу кожу. Вообще глицерин входит в состав большинства продуктов для увлажнения кожи и его часто также используют для заживления ран и от укусов насекомых. Сейчас я покажу вам, как я делаю это средство. Для того, чтобы не забывать им пользоваться, я переливаю все в такую красивую баночку из-под средства, которое я покупала в H&M. У него здесь такой удобный спреер и поэтому намного удобнее будет наносить это средство на руки. Итак, вот тот набор, который мне понадобится. Для запаха я буду использовать такие духи Dior Addict в желтой серии. В эту емкость я перелила необходимое количество водки и для того, чтобы смешать это с глицерином, я буду использовать шприц. Просто для удобства, чтобы ничего не расплескалось. И, соответственно, сама банка глицерина. Если у вас нечем отмерить, то мы обычно делаем так. Так как в этой емкости налито 40 мл, а сама баночка вмещает в себя где-то 65 мл, то как раз так и получится. Чтобы соблюсти все пропорции, вам просто необходимо заполнить эту баночку до краев водкой. Сейчас я это и сделаю. Вот, я добавила 25 мл водки. Я это делаю для наглядности. Конечно, вы можете все смешивать сразу в той емкости, которую вы выбрали для себя. Теперь я все это взбалтываю и переливаю в подготовленную заранее баночку. Туда же я добавляю пару капель духов. Я добавила 5 пшиков. Вы можете добавлять духи по своему усмотрению, как вам больше нравится. Вот, собственно, и все. Нам понадобилось около 2 минут для того, чтобы его сделать. А радовать оно у вас будет бесконечно долго. Всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, этот рецепт вам пригодится на будущее и будет спасать вас так же часто, как и меня. Потому что я моментально забываю о лене. Как только у меня начинают шелушиться руки, я сразу автоматически тянусь к этому средству. И оно спасает и выручает меня. У него есть небольшой минус. Оно оставляет небольшую липкость после себя. Но, мне кажется, ему можно простить этот грешок за его бюджетность и за его эффективность. Если у вас есть какие-то семейные рецепты или секреты красоты, то делитесь ими со мной в комментариях. Мне будет очень интересно их попробовать. Всем желаю хорошего дня. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Продолжение следует...